Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги, вот вижу, что подключаетесь, вот я продолжаю вещать с интернета, вижу еще тут несколько, даже много, если вы здесь на связи, в общем, дайте знать, вот единственное, что у меня звук надо подстроить, потому что вас я не слышу. Сейчас мне нужно будет, так, настройка динамиков, ширина, минутку сейчас, пока я подстрою, чтобы у меня динамики слышались, так, просто HTC Wi-Fi она пока, так, минуту, так, сейчас, 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 надо, надо разобраться. Так, открыть параметры звука, аудиодисплей, поверка сейчас посмотрим. Вот, раз, два, три, четыре, пять, ребят, попробуйте что-нибудь сказать, включить микрофоны. Добрый вечер, Лиза, да, слышно, слышно, в общем, наконец-то я запустил, смотрите, сегодня у нас занятие, я вот в университет пришел, со мной еще тут Руслан. Руслан, вот, я слышал, что у нас просто на этой неделе были перестановки с расписанием из-за ковида, вот, мне нужно знать будет, ну, то занятие, которое сейчас у нас в онлайне, просто мы постоянно дальше будем в онлайн выходить, или просто это так у вас в этой неделе вышло? Мой курс перейден на дистанционные в ближайшие две недели, поэтому я попробую здесь, но так я планирую ходить очно. Хорошо, просто у меня сегодня очень необычное задание, вот, пока у меня будет переписываться, вы сможете переписать жесткого диска пока? Сегодня мы будем работать, кто был на аэроавтосъемке из участников, я вот вижу Кристина, кажется, и Александр, да? Александр, вы были? Да, я был. Все, смотрите, мы сегодня будем как раз работать с, в общем, обрабатывать результаты аэроавтосъемки, но предупрежу, просто те, кто смотрит в онлайне, в онлайне, у нас ситуация такая, что вот сами, сам контент, во-первых, он весит очень много. То есть, вот, я покажу, как раз через демонстрацию экрана, параллельно у меня сейчас идет запись. Отлично. Итак, сейчас поехали, МГУ. Себя я скрою. На жестком диске сейчас... Можете повернуть ко мне экран? Да, сейчас, минутку я, пока у меня будет запускаться проект, я покажу съемку. Файл. Храм в хохлах. То есть, во-первых, нам нужно будет файл скачать, ну, кто дистантный, программа G-Soft MetaShift. Вот, я вам посылаю ссылочку. Вот, она на Windows, ну, на MacOS тоже можно работать, но вам надо будет заново просчитывать. Конечно, мне бы хотелось, чтобы в идеале пока, ну, кто сможет посещать, работали на Windows. На MacOS, в общем, тоже есть, но чуть постарее версия, но тоже рабочая. Сейчас я скажу, какой файл вам переписать, только передам ребятам в чат ссылку на программу. Так, ссылка вам ушла. Вот, открывается параллельно проект, и тем временем я смотрю нашу аэрофотосъемку. Так, объекты съемки была. Беспилотный летательный аппарат, это церковь, троица в хохлах. Вот у нас результаты аэрофотосъемки, которые получились в прошлый раз. Я на жестком диске сегодня принес уже проект, который был обработан. То есть, ну, вот эти, скажем, это исходники. То есть, вы сейчас смотрите, он немножко с подтормаживанием у вас показывается экран. Снималось в разное время, и поэтому камера, здесь где-то яркий свет, где-то у нас темный свет. И за вот эту неделю, ну, сейчас вот вы увидите, например, контраст я показываю. Вот он, темный свет. А это уже совсем другой, но с синеватым оттенком. Так. Лиза. Ну, видимо. У меня просто два будет, как, два человека, как будто бы меня. Просто у меня на одном микрофон, а на другом компьютер. Так будет проще. Хорошо. В общем, вот результаты аэрофотосъемки. Я записал проект, который принес сегодня на жестком диске. Вот он, вес проекта, смотрите, 7,7 гигабайт. Понятно по интернету, но это вам надо его за день скачивать, там, за какой-то срок. Я сейчас вместе с Русланом открою. Это первое облако точек. Второе облако, то, которое сегодня на занятиях мы должны привести в нормальное состояние. Рассчитываясь автоматически, вот, ну, поскольку у меня, как говорится, не все были на первом занятии, многие этапы просчета в программе Agisoft не знают. Вот, там, с помощью замены. Итак, ребят, кто смотрит, мне, конечно, нужно еще разок запустить программу Agisoft Metashape и показать просчет этапа работы. Чтобы просто вы, мы напомнили их сами себе, вот, как это все происходит. Сейчас я только... У меня Google почему-то заглотил. Что? Говорит, может, проданосник будет. Файл? Да. А чем нам интересует включение? Ну, у меня... Я не знаю, это нужно башком настраивать. Пишите, чтобы он просто файл нажим. А, скачет. Вот, и все. А, скачет, да. Согрелся, но он не идеален. Сохранить. Нужно иметь обходить. А что, вы EXE-шник? Так нужно же всю папку качать. Это как вы качаете? Пока только EXE-шник не скачет. Ну, то есть, вот, редмитр, обычный текст. А, инсталлятор скачали MCI? То есть, нужно... Да, нужно MCI скачать. Инсталлятор инсталлировать, а EXE-шник просто заменяется. Вот. С первым MCI. Да, MCI, а EXE-шник, потом уже нужно в директорию зайти, где он проживает, и закинуть ему EXE-шник. И станет он, как ГЦ, как родной. Вот. Так, ну, это установка программы. Мы сейчас разбирали. Сейчас буквально пару минут я настроюсь. Так, преподавание дисциплин. Спецкурс по... Так. Сейчас. Фотограметрия рабочей программы. Нет. Ну что, придется мне пару тогда фотографий для того, чтобы напомнить, просто рассказать. Итак, AR-фотосъемка. Берется, ну, любой набор фотографий, которые вы скачиваете. То есть, последовательно. Ну, давайте, например, отсюда, там, до, досюда. Они скачиваются, да? Это первый этап работы программы. Потом мы с вами должны запустить Agisoft Metashape и пройти стандартную процедуру. Если наш объект снимался с беспилотника, в фотографиях есть данное GPS. Если вы снимали на сотовый телефон, на сотовом телефоне есть тоже фотографии, точнее, на фотографиях есть данное GPS, тоже может быть. Если вы поставили в настройках, отображать фотографии геолокации, фиксировать. Это сильно облегчает Agisoft просчет. Наверное, ну, в большом количестве. То есть, проще начинает работать. Так. Идет скачивание. Сейчас посмотрим, сколько осталось. Так, 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 так. Скриншоты по ароматам же подгаз. Да, 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 да. Да, но в них уже в настройках, в этих скриншотах есть, ну, опять хохлам вернусь, аэрофотосъемка. В свойствах, прежде чем работать, даже если с телефона снимали, ну, тут данные о камере всегда имеются. Да, ну, и с этого телефона там данная матрица будет в общий фокус на расстоянии. Вот они и самые главные данные GPS. Они сильно упрощают просчет программы. То есть, так, что он в автоматическом режиме это строит. Самый первый итог работы, ну, наверное, а, вот только вот скачался. Ну, у меня, как говорится, облегченный пример будет сейчас. Сам просчет фотографий занимает, смотря какой у вас компьютер, определенное время. То есть, где-то больше, где-то меньше по времени, смотря какая у вас мощность его. Так, я даю ему ссылку на папки. Открыть. Файл, вы помните, обработка, выровнять фотографии. У кого язык изначально открывается английский, интерфейсом, папки настройки всегда можно поменять. Ну, интерфейс удобно сразу выставить на русском языке. Вот через обработку я добавил фотографии, выровнять. И показал обработка, добавить фотографии, первый шаг. Потом выровнять фотографии. И дальше идет качество выравнивания. То есть, программа сама по GPS выстраивает кадры, где они были сняты. И идет уже дальше поиск точек. После этого у вас появляется самое первое облако точек. Оно вот такое вот. Сейчас. Вот он, первое облако точек. И если у вас в компьютере настроено отображение, например, камер, то программа показывает, в каких местах пролетал квадрокоптер. Ну, или проводилась съемка. Если вы из земли снимали, то вот она покажет. Бывает такая ситуация, что если качество просчета низкое, то позиция камеры, она верно определяется, но с нее идентифицируются не все элементы. То есть, алгоритм компьютерного видения видит не все объекты. Уже на этом этапе, постараюсь проще объяснять, можно уже сделать ряд настроек. Смотрите. Первая настройка, скажем, это предварительный результат компьютерного видения. Есть такая штука, как область. Вот дальше, перед тем, как строить, скажем так, уточнять это облако, то есть, ну, сдать компьютеру задание, чтобы он форму здания начал уточнять. И по нему выдал более лучшее качество. Да? Насколько возможно по данным фотографиям. Здесь нужно ему ограничить объем, который он анализирует автоматически. Делается это вот в этих двух кнопках. Первая кнопка, она показывает область, которая просчитывается. На эту область мы можем, поскольку мы в 3D смотрим, есть горячие клавиши. Сейчас я показываю. Они у нас находятся на клавиатуре. 1, например, 7. В общем, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клавиши. Если на них нажимать, то есть, ну, это я, например, у меня по одной оси поворачивается камера. Вид сбоку, вид сверху. Да? А теперь по другой оси. Вот я взял... Значит, цифра 2 нам не просто поворачивает наш объект, да? По одной оси. Поскольку у нас есть изначально GPS, оно правильно выровняло вот этот как раз trackball, так называемый, да? И мы уже вертим наш объект, как нам удобно. Вот. Есть несколько видов. Ну, вообще, в черчении это изометрия и ортогональная проекция. Вот. Изометрия, значит, сейчас я перешел в ортогональную проекцию, то есть, в чертежный вариант. Вот я, как говорится, в чертежном варианте уже для себя, ну, например, вид цифра 7. Вот смотрите. Перспектива, объем, чертежный вариант. И уже в этом чертежном варианте я при нажатии на кнопку могу очертить, вот она у меня, изменить размер. Выбрать границы. Один. Например, сверху чуть-чуть, да? Снизу. Иначе, если я это не сделаю, он мне будет просчитывать, что под землей, что в воздухе, да? И чем больше площадь, которую вы считаете, тем больше компьютер у вас напрягается. Вот. А лишний раз зачем ему создавать, вот, ну, после его загружать? Потому что каждый лишний метр он считает в кубических метрах. Вот, то есть он, мы его просто в процессах зря используем. Вот я ограничил. Если вдруг получается так, что вы, например, забыли это сделать, и, например, ограничили вот так вот. Вот я как сейчас делаю. То уже на этом этапе, при создании плотного облака, он вам просчитает здание именно вот до этого места. И у вас будет обрубленный купол, точнее, обрубленный барабан. Поэтому очень важно определить изначально размер. Если у нас, например, данных GPS-а нету, вот может так случиться, что вот когда вот мы просчитывали на первом занятии с вами фигурку Будды, ну, мне лучше всего, конечно, напомнить это, как говорится, это работа. Так, сейчас есть у меня тут Будда-то, Белый город, так, статья. Наверное, нужно будет не заново скачать файл, но зато это будет очень иллюстративно и, думаю, правильно. Ребят, вы не против? Алло. Нет, не против. Да, хорошо, просто я буду задавать вопросы, но из-за одного мы будем вспоминать. Вот счастливый Будда. Я опять его скачиваю. Мне отсюда нужно будет, пока пару минут, я пример показываю, тем временем у нас открывается файл, Руслан, да? Вы файл открываете. Я пока вот запустил на ворот у меня. Она работает в программе. Если я не написал мне в этой лицензии, потому что она вот для перерыва, для перерыва, для анализ. Нет, не запустил, после остановки. Я запустил не свою программу, а вот там, как вам. Нет, это правильно. Где файл, как здесь, что-то все-то. Да, здесь правая кнопка, правая кнопка, расположение файла. Сюда, для расположения файла, нужно в том, где экзеш. Где вы скачали? Ну, то есть он скачался, но... Да, он сейчас запустил. Да, указать папку, да. Вот, вот. Закрыл. Вот отличие. Мы еще с Грива будет на сфере. У нас больших принципов... Заменивать папку. Правда, он же. То есть мы даем новое разрешение. Да. Теперь запускаем. Ребят, буквально пару минут сейчас, да. И мы тогда, я возвращаюсь. Тем временем у меня скачался счастливый Будда. Я его разархивирую. Открылась. Так, значит, нужно... Глассифицируйте. Так, извлечь файлы. На нем, как раз на вот этом примере, на Будде, очень удобно экспериментировать. Так, вот, кстати, первое облако. Я просчитал храм. Кто видел, да? Сейчас я опять заново начну. Потому что и добавлю фотографии с рабочего стола. С рабочего стола я добавляю... Счастливого Будда. Так, он мне жалуется на различную настойку оптики. Потому что где-то близкий фон был, где-то... Качество я выставлю высокое. И подожду, пока он мне просчитает облако. Второе облако я сделаю среднее и покажу, как разворачивать. Турс. Да, язык. Турс, префенсис. Предпочтение? Да. English. У тебя бил, тут параметр, сэрил. Так, файл открыть. Ну... Не-не, файл открыть. И тот файл открыть. Сорочный. Все. Руслан у нас начал открывать файл, как раз, который мы... Да, он будет со мной параллельно обрабатывать его. Тем временем, вот я уже вам рассказал сейчас про инструменты, которые позволяют нам переместить объект, изменить размер, повернуть. И вот сбросить область реконструкции, это очень интересная штука. Потом про нее в конце расскажу. Иногда нужно ей пользоваться. То есть, это если я собираюсь облако точек, вот которые сейчас здесь, я его не могу развернуть. То есть, вот как у меня относительно рельефа, оно ориентировано, по данным GPS, так оно есть. Но иногда для того, чтобы в какую-то программу передать, там, в архикад, там, мне это облако надо, вот как обыкновенную 3D-модель, просто развернуть. Сейчас я просто вот поворачиваю, как бы, не облако точек, а камеру. С какой точки я смотрю. А чтобы облако повернуть, вот иногда надо пользоваться, сбросить облако реконструкции заново. Ну, до этого мы дойдем. То есть, если я сбрасываю, я могу уже поворачивать само облако. Вот, это очень полезно. Я покажу это все на примере как раз вот этого монаха, который мы с вами делали тогда быстро, в автоматическом режиме, но и заодно как раз Руслан посмотрит. Руслан, ну, вы уже видели. Я просто добавил фотографии и нажал кнопку «Выровнять фотографии». Получил примерное компьютерное видение, как это все в программе. Дальше начинаю файлы редактировать. Режим чертежа. Смотрите, программа даже сама. У меня в этих фотографиях GPS отсутствует. То есть, если я сейчас пойду погляжу. Так, ну, сейчас так надо найти. Счастливо буду и посмотреть данные, данные GPS есть у нас в фотографиях или нету. Так, так, так. Видно, вручную экспозиция. Сама программа мне автоматически при нажатии на цифры... Сейчас 1, 1, 7. Ну, и сверху. Так, ну, правда, единичка у меня. Ось Z. Вон, видно, как он меня смотрит. Дальше я начинаю работать немножко. Я могу повернуть область. Так, не область. Что здесь у нас? Переместить объект, масштабировать, повернуть объект. Так, вот как раз и вот она кнопочка. Я немножко не там вам сказал. Вот, это как раз кнопка работы с облаком точек. Вот я сейчас в режиме чертежа. Посмотрите, я перешел в режим узометрии. И облако повернул ровно. То есть, можно хватаясь за пустоту. Мы с вами будем это репетировать, когда будем скульптурами заниматься. Один, три. Вид с одного бока, вид с другого бока. Вид сверху, да? Я могу этот вид ограничить. Ну, и дальше мне остается выбрать область расчета в 3D. Вот. То есть, можно как в 3D, так и с каждого подельности. Да, да, да. Дальше я определяю размер, который мне нужен. Там табуретку я даже могу не просчитывать. Если хочу. Ну, за лучше, конечно, я могу лучше ее сам обрезать. Так, вид 3. И она уже мне будет даже быстрее считать, если я 1, 3. Ну, даже досюда. И потом построить полотное облако. Ну, ладно. Ну, давайте я выдам качество среднее, потому что мне просто... Да, чтобы для вас демонстрация быстрее. Работает ли эта кнопка с большими зданиями? Посмотрите, видно, она здесь выключена, потому что здесь данные GPS. Стоит мне убрать области конструкции, он просто сбросит... Ну, то есть, сбросит эти GPS-данные, то есть, как бы, позиция камеры останется, но у нас появится возможность именно редактировать положение объектов в пространстве. Вот. Ну, в нашем случае я пока этим заниматься не буду. Все. Что я сегодня вам буду рассказывать? Сегодня у меня будет такой методический долгий труд по доработке облака точек. Потому что, так как оно сейчас есть, по нему в 3D-программе сложно будет построить полноценную 3D-модель. Точнее, можно будет, но тут мешаются вот все вот эти артефакты, да, которые висят у меня в воздухе. Модель тормозит у меня сейчас облако, потому что, во-первых, я просчитывал его прям с самым-самым максимальным количеством облака точек, которое только могло быть. Ну, я там в ультр посчитывал. Хотя нет, я не прав. Смотрите, высокое. Это первое облако, да. Плотное облако тоже высокое. Ну, в общем, в принципе, в принципе, ну, да, в ультр он еще бы сильнее подвисал бы. Чтобы, вот, он меня тормозит только, когда я, ну, как говорится, смотрю на целый объект. Если он у вас подвисает, ваша модель, вот сейчас Руслан тоже самое будет смотреть, и просто пробуйте. Если она у него будет ужасно подвисать, мы сделаем копию объекта. Ну, у меня, кстати, копия присутствует. Она в нескольких файлах. Я ее просто копию оптимизирую. Есть такая возможность у программы упростить облако точек. То есть уменьшить количество точек в объекте, не теряя качества, и уже работать с ними. Кстати, что с монахом-то произошло? Вот он у меня просчитался. И вот. Любая модель, вот, прежде чем ее построить в 3D, мы смотрим на это облако. И все артефакты, которые, ну, как говорится, любая программа не идеально строит. Сто процентов оно не бывает. Мы просто должны научиться пролетать и вот эти облака лишние удалять. Восстановить облако точек. Я немножко интерфейс себе тут случайно убрал. Вот проект. Здесь есть ряд функций, которые лучше не убирать. Вот само облако. С ним есть различные настройки. Прорядить. Восстановить облако. Восстановить это, если вы его сильно, ну, работать с этим облаком. Я закрываю монаха. Да. Те, кто смотрит демонстрацию, у вас, ну, чешутся руки. Что-то попробовать. Что-то с созданием. Да. Я вам советую, возможно, параллельно со мной, как говорится, если вы за вашими ноутбуками. Да. Скачать данные аэрофотосъемки. Небольшие. Пусть это у вас будет, ну, скажем, тот объект, который вы могли бы построить в рамках по времени. По времени. Так, чтобы у вас компьютер не завис. Это было недолго. Тут может быть, ну, давайте. Не, ну, Георгиевский собор, конечно, легко строится. Вот, смотрите, кто хочет попробовать на здании, вам нужно будет скачать фотографии вот отсюда до, скажем так, здания, вид издали. То есть, вот, до сюда. Фактически, вы просчитываете где-то 60 кадров. На первое облакоточек и плотное облако в среднем качестве у вас уйдет, наверное, 5 минут. Поэтому, вперед, по ссылочке на Яндекс.Диск, логин, пароль сейчас я вам высылаю, вы начинаете работать. Так, минутку. Так, я сбрасываю. Итак, логин, курс 3D MSU, пароль, так, надежда. Итак, папка, получается, у нас, папка рабочая, спецкурс по фотограмметрии, дальше, IR, фото, я просто сегодня рассчитываю, что придет народ, поэтому мы бы этот файл переписывали и открывали на этих компьютерах. Не вертится, Руслан, да, облако просто тормозит. Нет, а где-то загрузился, а в каком углу? Ну, здание, нам нужно, вот смотрите, у вас... А, в каком углу, там очень плохо. Да, но это у вас первый облако, предварительство, вам нужно... Так, а вот в хорошем качестве, вот это. Вот, да. Просто он так долго грузился, я подумал, у меня компьютер... Ну, может, он потом может взять. Ну, тут, да, может быть, на общем... Смотрите, как вам удобно. В любом случае, мышку в кладу. Так, ребят, 10 минут, 10 минут еще, через 10 минут мы продолжаем с вами работать. На этом этапе, который я показываю, вопросы есть? Кто меня смотрит? Нет. Ага. Нет. На праздник нет. Хорошо. Ну, тогда я начинаю оптимизацию облака точек. Смотрите, 59 миллионов полигонов. Мне, во-первых, ну, для работы, конечно, я могу вот так медленными шагами, по идее. То есть, ну, в домашних условиях я не спеша беру, выделяю инструмент и вот так вот даже если тормозит, работаю. И после уже, когда, как говорится, наша модель обработана, облако обработано, я уже из хорошего облака с 55, как говорится, миллионами полигонов, я превращаю его, оптимизирую. Для программы архикад, там, для скетчапа, ну, для любой среды, где вот по вот этому облаку будет выстраиваться, делаться реинжиниринг. Ну, это так или пост, как говорится, обработка. То есть, ну, реинжиниринг, более корректное слово, когда облако точек выстраивается заново 3D-модель. Ну, в нашем случае, чтобы он просто сильно не тормозил, я попробую его оптимизировать. Итак, правая кнопка нажимается и выбирается, точнее, плотное облако. На плотном облаке, как раз я нажимаю правую кнопку, и тут есть слово. Прорядить плотное облако. И он мне рассказывает, говорит, что это минимальное расстояние между точками, которое может быть 0, 0, 8, а я поставлю 0, 0, ну, давайте 0, 0, 0, 2. Заменить текущий облако точек. Ну что, давайте попробуем. Пойдет проработка. Компьютеру дали задание, он просто упрощает. То есть, у меня будет дальше написано не высокое качество, а среднее. Поскольку я изначально хотел получить облако точек высокого качества, вот оно мне, вот эти фотографии, просчитывались, наверное, 20 часов. То есть, я в ночь поставил, как говорится, целую ночь, полдня, и он мне просчитал облако в высоком качестве. Если я изначально знал, что оно меня сильно тормозит, я бы ставил среднее качество. То есть, ну, смотря какая машина, какие у вас задачи. Вот. Ну, какие-нибудь музейные предметы, там, где какая-нибудь брошка, там люди, ну, если детально отснят предметы, и прям нужно восстановить до миллиметра, и у вас хорошая оптика для фотосъемки, там можно вот с этими качествами поиграть. То есть, ну, в общем... Что вы сейчас делаете? Я правое облако нажал на нем, правую кнопку мыши выбрал, плотная, и там упростить облако. Так, ждем, 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 ждем. Окей, да? Да, да. Нет, ну, вообще, там надо циферку указать. Потому что 0,8 это... Сейчас, мне надо еще раз... Ставьте 0,2. Сейчас. Но, да, вот здесь звучит. Отлично, кстати, цифры... Да, да, остальные вопросы. То есть, что программа. Все, да? Сейчас я запомню. Вот так, да. Сейчас. Да, заменяем. Получается, во время просчета я оставил оригинал. Вот чанг-1, ну, то есть, я его просто поленился переименовать. Вы, когда получите облако точек, вы можете нажать на нем правую кнопку мыши, скопировать. Вот, у вас проект изначально, у меня проект весь, вот, 3 гигабайта, скопировал, осталось 7. Вот. Потом, уже я начинаю вот облако, которое получилось, просто оптимизировать до состояния, в котором мне комфортно работать. Ну, ждем, вот, 35 секунд, а дальше я буду просто заниматься тем, что буду его обрезать. Обрезать. И по вот этой методике, пока у нас в дистанте, ну, часть народа, я вижу, получается, ну, в следующий раз мы тогда решим в конце занятия, как лучше, так чтобы, вот, я могу и приехать. Ну, вообще, насколько я слышал, пока нет официального приказа сверху, но считается, что все, как бы, очень. Поэтому, пока он не пришел к документу, мы в общем, формально встречаемся. А если мы выходим дистанционно, ну, это уже часто вопрос. Ага. Ну, в общем, выберем, мне несложно приехать. Просто видите, Денис Игоревич, как получается, у нас с утра лекции в дистанции переведенные. Отлично. Ну, и попробуйте, во-первых, полноэкранный режим F1. Мы с вами в конце будем проходить наших занятий, те ресурсы, которые вот по публикации этих облаков точек. Point. Сейчас. PointBox.x.y.z. В общем, весь контент, который мы создаем в процессе дипломной работы, следовательской, его нужно желательно промежуточные материалы, ну, или вот результаты вешать на сервера. Вот. Это типа YouTube, где вы можете опубликовать вашу работу. Вот. Это специальное приложение для публикации облаков точек. Смотрите, вот небольшой аккаунт я сделал от нашей кафедры. Так, время заканчивается, мы через пару минут переподключимся. Ребят, можем даже сделать сейчас. Ну, давайте я просто сейчас минуточку еще покажу. Ну, вот Георгиевский собор тот же самый. То есть, вот это облако, оно загружается на сайт вместе с картой. Вот здесь вот. Ну, и тут идет система описания. Вы можете вашему этому облаку дать систему описания. Вот. Но он медленно прогружается, поэтому чем быстрее скорость интернета, тем быстрее у вас это облако включится. Вот. Место. Точка GPS. Как повторяющиеся действия? Пробел. Да. Пробел. Ну, вначале надо, сейчас я в Багисофт возвращаюсь, вначале надо выбрать инструмент. Произвольное. Произвольное выделение. Вырезать какой-нибудь кусок. Нажать Delete. Delete. А, Delete. Delete, да. Потом опять пробел нажать, повернуть. Повернуть чуть-чуть. Пробел нажать, выбрать кусок, нажать Delete. Все, по Delete. Да. И вот, в общем, вот это методическое действие. Ну, вот. Ну, вот. Свет дня менялся. Мы уже снимали когда-то в динамическом освещении. Да. Да, ну и металл отражал. То есть, вот причин много. Вот. Я рассказывал про ресурс, как раз PointBox. В общем, эти облака мы с вами будем практиковать. Вот я буду по результатам обработки, если все хорошо, загружать облакоточку. Вот. То есть, ну, это чисто для передачи, ну, для просмотра этого облака где-то сторонними коллегами. Вот. Плюс мы разберем, какие тут инструменты есть. Ну, потом. Ссылочку сейчас потом я оставлю. Возвращаясь к нашему цели занятия. В общем, сейчас я всю пару проверю. Запись идет у меня. Да, бандикам программа 35 минут, как у нас. Запускаю несколько программ для дальнейшей работы. Итак, запускаю первую программу Архикад. Готовлю, как говорится, предположим, импорт облака точка. Вторая программа, которая мне сейчас тоже нужна. А вот с ней вот мы будем готовиться для ее постанработки. Это SketchUp 2020 год. Пока я вам показываю два технических решения. Вот. Ну, жду загрузки, а там будет видно. Так. Есть. SketchUp у меня запустился. Так. Архикад в процессе. Ну, тем временем. Ах, ну, хорошо. Предположим, вот она у меня. Памятник. Так, ну. Конечно, взвесь под зданием. Я сейчас автоматически постараюсь удалить. Наверное, это самое ужасное. Так. Сделаю квадрат. Иногда можно удалять квадратным выделением. Брать не то, которое я использовал. Лассо. А выбирать квадратное выделение и просто им удалять. Так. Вот он, перспектива. Итак. Программа Архикад. Новый шаблон. Показываю, как импортировать. Она поддерживает несколько форматов облаков точек. Так. Перехожу в церковь Троица Хохлах. Мне нужен адрес. Загружается программа. Ну, дождемся начале ее, а потом уже будем действовать со скетчатом. Ей нужен формат XYZ или Е57. Так. Такой вот формат. Так, сейчас я XZ-шник перетащу. Вот. F2. Это вид сверху. И F3. Это вид такой трехмерный. Вот он. Архикад. Взаимодействие. Импорт облака точек. Смотрите. Е57-XYZ. Вот у меня, как говорится, несколько форматов. Тут даже есть заготовки. Так. Е57-XYZ. Давайте посмотрим. Попробуем сохранить облако. Экспорт. Экспорт облака точек. Ну, на обработку мы, как говорится, его готовим. Ну. Храм. Храм. Хохлы. Храм Хохлы. Троица Хохла. Так. Дальше. Локальные координаты. Система координат. Вот это, кстати, важно. Вот сейчас, если тоже Руслан может посмотреть. При экспорте. Потому что, если мы оставим GPS-систему, он унесет эти облака точек куда-нибудь там за пределы пространства. Все. Дальше пошел экспорт. Посмотрим, сколько это облако будет весить. Так. Нормальный вес. Это, ну, наверное, там, в пределах двух гигабайт. А тут, смотрите, аж 50 мегабайт. Ну, это вообще чудеса. То есть, облако точек 50 мегабайт. 200. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сколько же оно будет весить? 200 мегабайт. Ну, прилично. Даже очень мало, я считаю. То есть, мне, конечно, в идеале нужно было бы упростить облако, но не так сильно. Все. Облако. Создать и разместить. Посмотрим, как оно будет смотреться в этой среде. У нас с вами осталось вот 48, да? Еще 12 минут. Я размещаю ее на первом этаже. Облако я сейчас смотрю в 3D режиме, а так можно в 2D режиме смотреть. Ну. Так. Посмотрите, я тыкнул это облако. Видно, где оно появилось? Сейчас Руслан тоже может посмотреть. Вот оно, это облако. Оно у меня появилось в воздухе. Ну, вот они все так эти, появляются эти облака точек. Они появляются вот непонятно где. Их в идеале лучше перетащить к центру мира самим, да? Ну, тут рельеф кривой, потому что она и действительность. Вы помните, какой там рельеф был, да? Ну, и там поворот. Вообще, очень удобно в архикаде. Здесь я его немножко похвалю, что я могу сам это облако развернуть, как мне надо. Потому что оно же кривоватое. Да, здание нормальное. А облако немножко вот такое вот. Ну, и плюс, бывают иногда какие-то погрешности в расчете GPS. И когда мы там совмещать будем с чертежами, в общем, это облако можно чуть-чуть опустить. Да, то есть, или там развернуть как-то. В общем, вот оно у нас получилось. И уже, ну, контуры здания читаются. Вы видите все, да? Ребят, видно? Да, все видно. Да, спасибо, что реагируете. Давайте в SketchUp то же самое проделаем. Вот в SketchUp программа Triambal Scan Essential. В общем, это софтина, которая дается в демо-режиме на 30 дней. А дальше программа хочет платить, чтобы за это платили 500 баксов каждый месяц. Вот. Очень дороговато. Есть похожее решение тоже для SketchUp, где 50 евро в месяц нужно платить. Ну, в общем, пока что, к сожалению, они не дошли до такого понимания, что, как говорится, нужно это делать в таком бесплатном режиме. Ну, в общем, так, смотрите, видно, он мне говорит, вам осталось 12 дней. Хотите купить лицензию? Я говорю, нет. Ну, посмотрим, что будет еще через пару-12 дней. Я попробую ее как-то вот, ну, не знаю. Очень хочу найти вариант, как в SketchUp работать с облаками точек. Ну, пока вот я на демо-режиме буду работать, а там будет видно. Итак, программа поддерживает формат RVP. Вот этот формат, его как раз поддерживает 3D Max. Вот. 3D Max. Там ставится специальная программа. То есть, он это облако импортирует в 3D Max через посредника. Вот. Е57. Я включаю. И он говорит, все равно я вам это сохраню. Вот. Он говорит, в RVP. Я говорю, ну, ладно, коль, как говорится, коль тебе нужно сохранить, пожалуйста. Вот. Ну, по идее, в этот формат, если не ошибаюсь, я мог бы изначально сохранить. Сейчас смотрю, в Agisoft есть формат RVP рабочий. Так, E57, L, OBG, XYZ, LAS, TAPCON. Ну, это такие 3D сканеры. Нет, к сожалению, вот такого формата, его можно сделать RVP только через, в общем, через программу компилятор. Точнее, через программу, которая пересохранит облако из формата в формат. Потом в будущем я чуть-чуть про нее расскажу. Итак, перед нами вот оно, это облако, точка, SketchUp. Тоже очень приятно. И для тех, кто у нас работает в SketchUp, я хотел бы, конечно, чтобы вы сами могли попроектировать. Но вот это облако вам открыть и передать. Вот я сейчас попытаюсь, например, его сохранить. Так, ну, напишу, например, ну, давайте я сохраню себе в папку. То же самое. Сохраню. Храм, хохлы и уже SketchUp 2020. Так, 301 килобайт. Что это означает? Это означает то, что в SketchUp, скажем так, у нас здесь сохранилась только реально вот эта девушка, то есть вот этот модель. А остальные элементы, они находятся в файле .rvp. Вот. Ну, вот .rvp файл. Кстати, вот он еще. Храм хохлы, database, и rvcx, да, то есть это, видимо, прилагается. То есть, если я собираюсь открыть на каком-то стороннем компьютере, постараюсь я сейчас это сделать. Руслан, у вас есть SketchUp? Нет, я вообще-то выиграл, ну, точечки. Не-не-не, а SketchUp на компе есть? Нет, у меня есть только RBS Max и все. А, понятно. Ну, хорошо, тогда пока мы экспериментируем, я просто попробую открыть это на какой-нибудь такой традиционной версии SketchUp на другом компьютере, просто посмотреть ради интереса, откроется ли это облака на программе, там, где у нас не установлен вот этот плагин. Вот, ну, просто я пока поставлю это на переписывание. Так, скп. Хватаю раз файл, два файл, три файл, да, по идее это все, что вот у меня присутствует. Я напишу, я сохранил форматский Chapp8, так, напишу храм троицы. Пока переписывается, примерно расскажу, как происходит проектирование, да, то есть, ну, это разные инструменты, которые у нас здесь присутствуют. К сожалению, в самой программе, ну, здесь вот у нас, как задано, XYZ, да, положение облака, оно не выделяется. То есть, это не объект, который может редактироваться. Поэтому строится, например, габарит какого-то здания, я вот превращаю в группу, и уже, там, я не знаю, вот собираюсь я вот эту штучку проектировать, да. Ну, вот я ее, этот элемент подкладываю под модель. Ну, в общем, по проектированию по облакам точек, это отдельный у нас урок. Ну, вообще, конечно, в рамках нашего курса я про это сильно рассказывать не планирую. То есть, я покажу все эти навыки, но специально проектировать мы с вами не будем. Так, ну, тут, в общем, кто в скетчапе работает, несложно. Я использую горячие клавиши, кто знает. Так. Так, ну, это я спрячу. То есть, ну, он на облака ориентируется, поэтому здесь, конечно. Так, уровень земли ему показывает точка. Здесь. А сколько вытащить, например? Вот настолько. Вот он фундамент. Я его покрашу, цоколь, в какой-нибудь серый цвет. А это покрашу какой-нибудь такой золотистый. Вот такой вот. Насколько это удобно проектировать? Ну, не могу сказать, да. То есть, ну, вообще, проектирование по облаку, это является наиболее точное. Потому что вы просто вот здесь строите по тому контуру, который вот реально есть. Вашего здания. Так. Так. Ну, идеально, конечно, проектировать по облаку не получается, поскольку в те века ровно и прямо не строили. Вот у меня один треугольник. В архикаде другой принцип проектирования. То есть, здесь вы, конечно, кто работал или слышали, видели, там уже иначе это делается. А у нас задача все-таки какая? Восстановиться так было или восстановиться бедная пропорции? Ну, то, что я сейчас показываю, как бы у нас, вот, это делается в рамках проекта по белому городу, да. Здесь Вячеслав Витальевич у нас, он использует чертежи. Вот, это чертежи здания. Но это именно 18 век. Это 1887 год чертеж, да. Объект, он имеет историю, то есть, начиная с 17 века. 17 века. И вот он будет делать реконструкцию, отталкиваясь от чертежей различных. Они же с искажениями даны. То есть, не факт, что там вот это обозначенное там сажение, по длине она составляет сажение. Вот, то есть, он это будет все чертежи перетаскивать в программу. Ну, он в архикаде это делать будет. И создавать по ним, ну, как сопоставлять с облаком и делать эритроспекцию. То есть, откатывать назад по времени облик здания на 17 век. То есть, может быть, тут какой-нибудь другой купол он поставит. Ну, в общем, текст и описание. Как конкретно делается именно это здание будет, у меня нет источников. То есть, вот то, что-то сейчас есть у меня в век 19, вот, а он будет пытаться 17 выстроить по нему. Вот. Но обводить будет, в общем, его задача, он вначале будет просто обводить по контурам вот это здание. То есть, вот какие элементы он считает, что были в 18 веке, он их просто по контурам обводит. А дальше уже, там, ориентируясь на чертеж или текст и описание, создавать его первоначальный облик. Вот. Ну, например, сейчас смотрите. Видно вот здесь вот здание, я вот в архи... Точнее, вот металлическая дверь и ниша. Кто помнит, мы туда захотели как раз перед входом, да? Да, да. Да. Ну, в скетчапе я сейчас то же самое найду. Вот это место. Сейчас потом оно мне отвиснет. Так. Да. Вот здесь вот чертеж, например, я сейчас возьму век 18. 18. Смотрите. Вот разрез. Видите, что в 18 веке вот эта дверь, она была тонкая. Внутри нее был подъем на колокольню. Теперь видите? А теперь я не знаю. Ну, вообще, там дверь-то закрыта и ниша. Вот. Ну, в принципе, если дверь закрыта, то на эту колокольню, я думаю, подняться все-таки люди подымаются. Да? То есть, вот они вряд ли с крыши. То есть, она, дверь закрыта. Ну, в общем, вот чертеж сопоставил. Я его увидел. Надо же, это дверь, подъем наверх. Вот в этой маленькой тоненькой стеночке. Там лесенка. Вот. Так. Осталось. Вывод на 18.00. Я уже заканчиваю. Вот. Я показал сегодня за урок, как затащить облакоточек в архикад и в скетчап. Да. Так. Даже. Скетчап я чуть-чуть спроектирую. Мне самому стало очень интересно. Но вот единственное, не проверю, работает ли на соседнем компьютере вот это импортированное облакоточек. Модель. Откроет ли модель облакоточек? Мой прогноз, что, наверное, нет. Наверное, нет. То есть, без вот этого плагина, вот этот РВП, вот эти элементы, они не откроются. То есть, ну, поэтому нужно будет придумывать, вот, как работать с этой демо-версией, чтобы она работала долго и счастливо. Всем спасибо. Вот. Ну, тогда до следующего занятия. Вот так же я, возможно, приду сюда. Вот. Ну, тогда подготовлю. Сегодня у нас было в онлайне сколько человек сегодня? В онлайне три. Ну, сейчас я останавливаю демонстрацию экрана. Четыре участника. Да, четыре участника. Вот. Лиза у нас была дважды. Дважды участником Елизавета. Да, да. Я из двух устройств. Ну, не знаю, в общем, возможно, это связано с этим, с перетрубацией, то, что вот у нас смена расписания, там, и ковид активно целебствует. Ну, в общем, всем спасибо. Ну, надеюсь, сегодня было интересно, а в следующий раз мы уже придумаем. Вот. Домашнее задание тогда, ну, как-нибудь через пару занятий я вам дам. Ну, ставьте тогда Агисофт Меташи по себе, попробуйте, ну, поставьте, а там мы уже подумаем, что делать. Все. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok